Сотрудник ГАИШа. Тема доклада История открытия ускоренного расширения Вселенной Сколько вам нужно времени? Сколько дадите? Мы дадим, сколько вам нужно Нет, тут час, я думаю, это достаточно И дайте мне, пожалуйста, сигнал за пять минут Хорошо, хорошо Пока что я еще не включил сигнал Это у вас, это диск Уже угрожают Да, я расписался Расписался Вот, опять угрожают Прям там, в той программе, в тресте Пожалуйста, кто еще не расписался в нашем кондуите Пожалуйста, распишитесь Может, еще подойти? Я уверен, что люди еще потом подойдут Спасибо Вызывается темная энергия Так что, фактически, то, что было открыто И за что была получена нововерская премия Это открытие, в самом деле, темное и нет Ну, я это еще подробнее объясню А пока что хочу обратить внимание на фоновую картинку Это не более и не менее, как современная картина мира в целом Графическая Здесь каждая точечка Это галактика, подобная нашей галактике Млечный Путь Вы видите, что эти точечки рассеяны здесь причудливым образом Однако В этой причудливости есть своя закономерность Которую впервые установил Ян Эльмарович Эйнастад Со своими сотрудниками из Тартовской обсерватории Эта картинка, последняя из серии картинок Самая свежая из серии картинок Которые Ян Эльмарович собирал, строил и анализировал По данным самых обширных, самых современных И самых богатых обзоров мира Обзоров галактик во всей Вселенной Вот Можно увидеть даже на глаз Что здесь есть какая-то такая паутина Подобие паутины Есть какие-то пустоты Которые более-менее регулярно повторяются И имеют более-менее одинаковый размер Вот это то, что Ян Эльмарович назвал Ячеистой структурой Вселенной Еще в середине 80-х годов И то, что потом Люди, которые Ну, занимались не столько изучением Сколько пропагандой этих Результатов Относя их главным образом к себе Ане, к Яне Эльмаровичу Вот то, что эти люди стали называть Всемирной паутиной Веб Да Вот это казмик Веб, как они говорят Но первым был Ян Эльмарович И его поддержал Яков Борисович Зельдович Вместе они опубликовали в Нече В 82-м или 83-м году Статью, где впервые Эта квазирегулярная Ячеистая структура Вселенной И появилась Вот то, что мы видим Это светящееся вещество Вселенной Светящееся космическое вещество То, что сейчас принято называть барионами Ну, барионы в физике элементарных частиц Это тяжелые частицы На самом деле Здесь имеются в виду В космологии Как тяжелые частицы Протон, нейтрон Так и легкие электроны Которые присутствуют в том же числе Что и протон Так что электрическая нейтральность Во всей Вселенной соблюдается Вот это барионная структура Вселенной На нее приходится Всего лишь 4% общей энергии массы Вселенной Все остальное Это изображенная здесь же Темная энергия и темная материя Ни темная энергия, ни темная материя Невидимы Они не излучают света Они вот здесь черные Как вы видите Да, присутствуют здесь И на них приходится В общей сложности 95% Всей массы Или всей энергии Реальной, наблюдаемой Сегодняшней Вселенной Более того Вот эта вся картина Это моментальный Мгновенный Снимок Вселенной А на самом деле Эта паутина расширяется Происходит общее космологическое расширение Все это растягивается Но, правда, в очень большой временной шкале В шкале, которая измеряется Несколькими миллиардами лет Это 4П? Картина или n? Которую можно наклеить на глобус? Вот если Сесть внутрь глобуса В самый его центр И обклеить Так сказать Всю эту поверхность То будет так Это вот так снимается просто небо Да? Это изнутри шарика Изнутри шарика Да, это лучше Это вот Снимок просто вот небо Или в каких-то Снимок небо Это результат расчета Вот как нельзя землю сфотографировать Всю сразу Да Так нельзя всю вселенную Сфотографировать сразу Нет, ну мы сидим вот в центре А если мы соберем все Мозаика Мозаика Совершенно верно Если мы соберем все сведения И в некоторой Ну, условной проекции Нанесем их на что-то Ну, вот здесь это Галчичная кардината Даша Невкруза Как вот есть такой Ночь на земле Снимает, снимает в разное время А потом все это печатают В виде одной картины Правильно Вот кто был в Питере В обсерватории Нет, не в Пулковской В обсерватории Академии наук В этой башне Где музей Ламонаса А, да, на Кунскамере На Кунскамере Да, 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 да Вот Алина там была Ну, конечно Там имеется Карта Вселенной И вот, чтобы увидеть всю Вселенную Нужно залезть внутрь Огромного шара И вот там Вся Вселенная Нарисована, как ее видели тогда В Ламоносовские времена А это Ну, это глобус Совершенно верно Совершенно верно Ну, все равно Вот это Даже если мы видим кусочек И потом делаем картинку Это просто как бы Небо, которое мы видим Снятое в каких-то Каждый участок Это отдельно Видимый фрагмент Общей картины Ну, значит, это что? Звезды и что? Это галактики Каждая точечка Это галактика Это галактика Причем наша собственная галактика Конечно, отсюда устранена Вот Млечный путь Иначе, да, Млечный путь Занял бы всю эту картинку И затмил бы все остальное Ну, в принципе, мы В одной точке Да, да, да Мне все равно непонятно Как это получится Господа Давайте мы вопросы Хорошо Отложим все-таки Нет, ну, с самого начала Непонятно, о чем речь идет Я думаю, это необязательная Это необязательная Все-таки тенденция должна быть Что сначала говорили на мальчика Ну, не обязательно Председателю виднее У нас трога Непонятно Надеюсь, есть Я слышу, что это тоже Мальчий кусочек Будем подчиняться председателю Тем не менее Хочу все-таки досказать Это В самом деле Точный аналог Вот глобуса Вселенной Глобусы Развернутые Развернутые Развернутые, конечно Да, понятно Как вот разворачивается Глобус Глобус гидрофический Да, гидрофический Совершенно верно Ну, как глобусы, карты Которые висят Да, совершенно верно Как карты Да, да, да Ну, в какой-то капризе Что это все Это отдельные скопления И они по координатам Все соединены Как детская мозаика Когда в детстве Собирали картинки Вот, Алина точно говорит Кстати, Артурс, галактики или скопления галактики? Галактики. Галактики, да, начинают с некоторой величины. А скопления – это узлы вот этой сети. Узлы этой... И перемычки тоже. А перемычки – это филаменты. И вот я как раз об этом хотел сказать. Здесь видны три базовых элемента космической структуры. Это трехмерное скопление галактик. Узлы этих решеток. Это и решетки, так сказать, квази-решетки. Это филаменты. То есть одномерное образование. И промежуточное двумерное образование, которые, однако, не видны здесь как двумерные, потому что света не хватило бы, чтобы их увидеть. А они видны тоже как филаменты, потому что они выделяются лишь когда мы видим их сребра. Вот это блины Зельдовича. Это структуры, которые предсказал Яков Борисович в 70-м году. Но он думал, что они изолированные. Они входят... У него они пересекались, постепенно развивались. Это стенки. Это стенки. Совершенно верно. Это стенки. Это соты такие. Их часто и называют стенками. Ну вот, мы называем это блинами Зельдовича, как ему было приятно, чтобы и другие называли. Космологические блины. Да, космологические блины. Так что мы видим здесь трехмерное образование, двухмерные вот эти самые блины, и одномерные филаменты. Вот такова эта картина, в которой в самом деле есть некоторая закономерность. Закономерность, ну, не в таком строгом смысле, как бывает в кристаллической решетке. А вот и даже не в том, как бывает в кружевах. Эйнеста не раз называл это космическими кружевами. Красивыми тоже. Одно блины, и там другое кружево. Красивые названия. Ну вот, вы сами видите, что это замечательная, прекрасная картина, которая, однако, появилась в науке совсем недавно. Не больше 15 лет назад. Первые попытки Эйнеста относятся к 82-м, 83-м. К разперцей, да, он эту нить? Да, совершенно верно, да. Когда были известны только некоторые проколы, как говорят астрономы Вселенной, в некоторых особых направлениях. А вот теперь, собственно, все, что возможно, с некоторой, конечно, точностью, и до фиксированного красного смещения, вот все это нанесено на эту картинку. Вот, собственно, эти последние 10 или 15 лет, это и время существования наблюдательной космологии. А темные можно назвать войдами вот эти даже. Да, дырки, это войды, да. Дырки называются войдами, точно. До этого астрономии были доступны расстояния в несколько десятков, или в лучшем случае сотен мегапарсек. А настоящая Вселенная начинается с тысячи мегапарсек, и вот в масштабе тысячи мегапарсек, который включает в себя множество галактик, скоплений, блинов, стенок, ферментов. Вот эта Вселенная, рассматриваемая в таком большом масштабе, однородна и изотропна. Она однородна в статистическом смысле, как бывает однороден, например, воздух в этой комнате, хотя там имеются культации тепловые и так далее. Вот в среднем распределение воздуха однородна и плотность в каждом кубическом сантиметре одна и та же. Вот так и здесь. Но вместо одного кубического сантиметра здесь тысяча кубических мегапарсек совершенно. Вернее, миллиард. Раз кубический. Иголки того угодно, чтобы понять. Вот. И именно об однородной изотропной Вселенной говорил сначала Эйнштейн, когда впервые предложил космологическую модель, построенную на базе общей теории относительности, а затем Фридман, который нашел решение уравнение общей теории относительности и показал, что Вселенная должна расширяться или сжиматься. Теория предсказывала эти две возможности. Причем сам Фридман, это был 1922-1924 год, явно склонялся к случаю расширения. И он называл это расширяющейся Вселенной в своих работах. У него было, собственно говоря, две научные статьи по космологии и одна научно-популярная статья по общей теории относительности, где имелась маленькая космологическая главка. Но там в ней все было сказано. Мир, как пространство и время. Мир, как пространство и время. Совершенно верно. 1923 год. Всего же у Александра Александровича Фридмана было около тысячи публикаций, но все остальные относились к математике, теоретической метеорологии, теории турбулентности и к разным другим проблемам нелинейной гидродиметики. Так вот, Александр Александрович Фридман нашел закон этого общего расширения вот всей этой картины. Причем с учетом как светящегося вещества, барионов, как мы их сейчас называем, так и невидимого вещества, причем обоих типов. И темной материи, и темной энергии. Ну, темная материя воспринималась в концепции Фридмана как нормальное вещество, такое же, как и барион. В этом смысле оно такое же, как и барион, потому что создает тяготение. А вот темная энергия, которая тоже была включена в теорию Фридмана, вот она, темная энергия, создает антитяготение. И расширение Вселенной происходит под действием как тяготения, всемирного тяготения Ньютона, так и всемирного антитяготения Эйнштейна. Но сам Фридман, извините, не говорил, не вводил этих понятий. Нет, этих слов не было ни у Фридмана, ни у Эйнштейна. Эйнштейн нигде не употребляет слово антитяготение, не говорил уже про тёмную энергию. А как он это обозначал? Он формально, весьма формально. Он ввёл антитяготение в уравнение общей теории относительности в виде некоторого дополнительного слагаемого. В этом слагаемом был один множитель, фактор, который он называл лямбда-членом. То есть, это одна единственная величина, которая описывает тёмную энергию. И то, что было открыто 12-13 лет назад, это как раз предсказанное Эйнштейном антитяготение. Можество, потому что это самая большая моя ошибка. Да, самая большая моя ошибка. Он, кажется, называл её отталкивание. У него был термин «сила отталкивания»? Да, идея была, но главное, что он над ошибкой. Он отталкивание в воде. Ну, конечно. Он говорил всеобщим отталкивание. Он не говорил антитяготение, но он говорил всеобщее отталкивание в Вселенной. Ну, как повернуть на натяжение в воде. Ну, насчёт этой самой ошибки, ведь мы цитируем не Эйнштейна, а пересказ Гамова. А Гамов был большой фантазёр, как известно. Гамов мог сочинить всё, что угодно. Ну, может быть, он в этом случае и не сочинил. А может быть, и сочинил. Но у Эйнштейна нигде не сказано в его текстах, что, мол, это была его самая большая ошибка. Нигде. Более того, мы верили, что это. В 32-м году в обзорной статье по космологии, где он признаёт Фридмана и описывает модели Фридмана с нужной точностью, с полным пониманием сути дела, вот в статье 32-го года он говорит о том, что наличие лямбда-слагаемого в уравнениях общей теории относительности и, соответственно, существование во Вселенной всеобщего отталкивания – это гипотеза, которая нуждается в эмпирическом исследовании. Вот наблюдения должны показать, присутствует такой динамический фактор во Вселенной как всеобщий отталкивание или нет. Это нельзя установить ни по какой теории, но можно предположить, основываясь на общих принципах общей теории относительности. Нельзя установить из теории, а это должно быть проверено наблюдением. Да или нет. Ну и вот, как мы теперь знаем, да. И это доказали, вот я хочу показать этих замечательных людей, которые получили Нобиевскую премию в прошлом году. Это был большой праздник, я должен сказать, для всех астрономов. Первый это Сол Перматор. Он был руководителем группы наблюдателей, которые называли себя физиками. Второй это Брайан Шмидт. Он руководил другой конкурирующей группой, которую и люди там называли себя астрономами. А вот Райс это сотрудник Шмидта, который однако сотрудничал и с Перматором тоже. И он надо сказать здесь не на тех же правах, что первые два. Вот Перматор и Шмидт вот это главные лица. А что касается Райса, то он очень умный. он первым сообразил, как правильно сформулировать результаты, которые получили и Брайан и Сол. Об этом говорил Сол Перматор, когда был у нас в Гаише несколько, 5 или 6 лет назад. Вот Райс писал прекрасные статьи и в первых публикациях группы Шмидта Райс стоит первым автором. Потому что он сочинял тексты. Ну вот в некоторой традиции кто-то сочиняет тексты, он стоит первым. А последним чаще всего да. Он сделал всю работу. Да, тот собственно главный. Но он очень умный. И если послушать его лекции и выступления может только поразиться как ясно, четко и даже можно сказать проникновенно он обо всем этом говорит. Он создает у слушателя на самом деле иллюзии полного понимания сути дела. Так что в общем он здесь в другой роли но тоже вполне достойный персонаж. И это был в самом деле огромный праздник для всех. в особенности для тех кто не любит спекуляции в космологии. Вот до одиннадцатого года как рассказывают люди которые считают себя знающими Нобелевский комитет почти каждый год рассматривал так называемую инфляционную теорию как самый правдоподобный и вероятный кандидат на соответствующее правильное. И это продолжалось 5-6 может быть и больше лет. Вот эта инфляционная теория полностью спекулятивная не поддержанная никакими наблюдениями она превратилась в некую догму я бы даже сказал набор догм в некоторую псевдонауку скажем которые однако занимаются очень грамотные очень хорошо подготовленные и сильные в математике и физике они этим занимаются потому что ничего другого не умеют умеют только решать квадратную уровень нет там действительно есть люди огромных математических талантов ну вот например такой человек как Виттон вот он директор в Принстоне сейчас вот люди которые с ним работают говорят что к чему бы он не приложил руку это превращается в сокровище ну и действительно говорят что вот там всякие коллаби яу и и прочей прочей премудрости вот это только благодаря его четким формулировкам и правильному пониманию завоевали так сказать внимание общественности но хочу еще рассказать этим занимается сотня если не тысячи теоретиков во многих странах мира во многих странах мира приезжаете вы например в Нанкин там обязательно сидит несколько инфляционщиков они были в аспирантуре в штатах приезжаете вы например в израильскую пустыню Нигов там имеется университет Бершеви там агрессивная группа инфляционщиков они все аспиранты Гута который так сказать один из классиков всей этой кваздеятельности ну и так далее но началось все со здравой идеи Эраста Борисовича Глинера который работал тогда в физико-техническом институте в Питере и он первым высказал идею о том что начальное состояние вселенной могло бы быть вакуум и этот вакуум описывается лямбда слагаемым Эйнштейна и это лямбда слагаемая можно трактовать как некую физическую характеристику особой макроскопической среды у которой есть свое давление и своя плотность вот это все было сказано у Эраста Борисовича Глинера в 65 году в 65 году он же сказал что в такой среде действует антитяготение действительно так и есть и это антитяготение может превращать виртуальные частицы вакуума в реальные частицы так сказать растягивая пары частицы античастицы превращая их отрывая частицу от античастицы превращая их в реальные вот это все что можно сказать толкового об этой гипотезе однако хочу повторить имеется тысячи статей десятки может быть тысячи статей сотни книг где-то деятельность которую начали развивать Гуд и Линде с начала 80-х годов провозглашается последним словом космологии и очень часто в популярных статьях и книгах вы можете увидеть что инфляционная теория это высшее достижение теоретической физики 20-го века ну вот никакого достижения здесь нет на самом деле а достижение есть у астрономов вот у этих замечательных людей и их сотрудников а всего участвовало в этой работе около тысячи астрономов наблюдателей специалистов по разным отдельным проблемам наблюдений там ведь наблюдали сверхновые на самых больших остальных нужно было знать все про сверхновые нужно было обращаться как-то с данными о сверхновых на разных стадиях эволюции остатка сверхновых и так далее здесь между прочим очень важным оказался результат полученный Юрий Павловичем Сковским нашим Гаишевским астрономом еще в середине 70-х годов он указал способ как по наблюдаемой кривой блеска сверхновой можно восстановить ее собственную светимость в максимуме блеска и вот этим как раз воспользовались и одна и другая группа и астронома и физики когда они изучали космологическое расширение на масштабах приближающихся к горизонту Вселенной они знали о работе Всковского вы использовали ее использовали реально ссылались эта работа середины 70-х годов обсуждалась в литературе очень широко там предлагались разные улучшения модификации и так далее и в самом деле вот эти люди их тысяча как я уже сказал вот они развивали идеи Всковского улучшали эмпирику на которой эти идеи основаны набирали статистику и так далее это было очень важно что же они наблюли в результате ну они измеряли скорости и расстояния во Вселенной и как одно зависит от другого началось все это задолго до Нобелевских лауреатов примерно сто лет назад в Соединенных Штатах где астроном по имени Веста Слайфер измерял расстояние до туманности как тогда называли галактики и скорости их удаления скорости можно было измерять по эффекту Доплера это стандартная процедура хорошо к тому времени уже в физике осмысленная и широко используемая используемая но вот расстояние измерять очень трудно и расстояние в действительности впервые более или менее определенно измерил Хаббл вот это картина 29 года картина изображающая зависимость скорости удаления галактики от расстояния до нее вот это наблюдательные точки вот некоторые пустые некоторые черные разница между ними несущественна для нас расстояние 2 мегапарсека самое большое и вот в пределах 2 мегапарсек Хаббл обнаружил линейную зависимость скорости от расстояния ну конечно это не строгая линейная зависимость если бы она была строгая все бы точечки лежали на одной прямой белые и черные кружочки чем различаются белые и черные черные это галактики по которым рассматривается каждая как целая а открытые кружочки белые кружочки это сумма звезд ярких звезд галактик в общем разница небольшая особенно если учесть что и то и другое как потом выяснилось определено с точностью до порядка величины точнее сказать Хаббл ошибался в 10 раз примерно в своих расстояниях и предельное расстояние у него было не 2 мегапарсека на самом деле а 18 мегапарсек это выяснил Сэндэч совершенно верно Алан Сэндэч продолжатель хаббловской традиции в космологии ну и в некотором смысле серьезный критик Хаббла критика это была можно сказать по двум направлениям ну во первых он уточнил шкалу расстояния в 10 раз примерно расстояние больше чем думал Хаббл или лиметр который разрешите раз уж мы в институте истории сказать два слова и о лиметре дело в том что о линейной зависимости скорости от расстояния на основе примерно тех же наблюдательных данных говорил лиметр в двадцать седьмом году статья которая была напечатана в трудах бельгийской академии наук по-французски в двадцать седьмом году вот на левой диаграмме нарисовано изображено то что у лиметра было в виде таблицы картинки не было ахренеть не было да были вот эти точечки примерно те же самые что и у хаббла но может быть разброс был больше особенно на расстояниях превышающих там два мегапарсека как они думали по их шкале да разброс разброс конечно большой тем не менее если до двух то в общем примерно так же как у хаббла если не лучше в общем это было за два года до хаббла сделано а картинку эту нарисовал в прошлом году историк науки имя которого здесь записано Дербек вот он нанес точки которые были в таблице лиметра и провел прямую по ним по методу наименьших квадратов ну вот мы видим что две картинки сильно похожи а о линейном законе хочу еще раз сказать у лиметра сказано ясно скорости зависят от расстояния прямо пропорционально у него это было сказано вот в прошлом году вокруг этого возникла некоторая полускандальная история с публикациями в Нейче и некоторых других серьезных изданий говорили о возможно о некотором о некоторой хитрости Хаббла который значит в 29-м году на лиметра не ссылался вот говорили что по некоторым данным можно предполагать что Хаббл знал что нужно открыть потому что до него это открыл лиметр говорили еще что вот более теоретические работы Деситера основанные на общей теории относительности Эйнштейна где тоже линейный закон зависимости скорости от расстояния так или иначе скорее в неявной форме фигурировал теоретически в виде космологической модели да совершенно верно а лиметра тоже теоретически это нет 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 у него была не только теория у него была замечательная теория основанная на решении Фридма как он сам это подчеркивал не раз но и наблюдения что особенно важно для нас вот в этом это были наблюдения не его собственные не его собственные скорости были главным образом Слайфера ну и немного Хемосона а расстояния были почти все Хаббловские Хемосон прям не разделим с Хабблом это позже Хабблы там участвуют Хаббл и там участвуют и там участвуют да конечно алиметр был теоретик но он собрал наблюдательные данные как полагается нормальному теоретику все что есть в литературе вот он нанес на воображаемую теоретику на самом деле у него была таблица как я уже сказал не раз вот ну вот если так сказать глядеть на все это с нашей дистанции то можно сказать что Хаббл лишь подтвердил результат Леметра об этом говорят и более так сказать резкой форме вот это несколько строк из письма Ванденберга которые я получил в прошлом году вот он говорит что это нужно было обладать гением Леметра чтобы открыть закон расширения вселенной используем небольшое число сильно заошумленных данных которые были в двадцать седьмом году доступны тогда как после тридцать первого года любой дурак мог открыть этот закон когда появились результаты Хьюксона хорошие результаты очень надежные для больших расстояний вот можно сказать что это одно из крайних мнений в одиннадцатом году Сэндиджа уже не было в живых а то бы он сказал свое слово в этом споре как ученик и последователь Хаббла но Хаббла не все любят на западе это был человек резкий напористый при внешних элегантных манерах у него было прозвище джентльмен а это была большая редкость быть джентльменом среди астрономов двадцатые тридцатые годы да так вот критика Сэндиджа высказана еще в шестидесятые годы она стала не только в поправке расстояний но и в выяснении самой сути самого смысла данных которыми располагала астрономия в двадцатые тридцатые годы вот Сэндидж четко сказал что это не космологические данные и открытие Хаббла не подтверждает теорию расширения вселенной Фридмана потому что теория Фридмана справедлива для однородной изотропной вселенной каковой она им действительно является ну в масштабе начиная с трехсот или тысячи мегапарсек а отнюдь не в масштабе двух или даже восемнадцати мегапарсек доступных Хабблу и другим астрономам в двадцатые тридцатые годы астрономия стала наблюдательной основой космологии гораздо позже благодаря Сэндиджу и другим астрономам когда появились крупнейшие инструменты Хаббловский космический телескоп и крупные наземные телескопы вот здесь та же самая диаграмма зависимости скорости от расстояния которая была опубликована в девяносто пятом году уже действовал Хаббловский телескоп и вот вы видите что расстояние здесь это уже пятьсот мегапарсек без всяких крупных ошибок пятьсот ну в основном точки лежат в пределах двухсот пятидесяти мегапарсек и только две точечки вот на самых больших расстояниях почти что до пятисот мегапарсек а по вертикальной оси это опять-таки скорости вот как было у Хаббла или метра вот здесь скорости здесь расстояние а вот то что было известно в двадцать девятом году вот это маленький желтенький квадратик в самом начале координат ну может если в этом масштабе взять они тоже сильные то прямую прям так и конечно в некотором смысле так оно и есть в каком я скажу немножко дальше это догадка правильно а за этим стоит нечто сильно нетривиальное попытаюсь потом объяснить вот то что было в руках Хаббла и Хаббла или метра вот это маленький желтенький квадратик в самом начале координат но это тоже еще собственно не космология вот девяносто пятый год это еще не космология нужно обладать данными по гораздо большему расстоянию и вот это уже четвертый год отнюдь не самая последняя диаграмма последний я тоже покажу но это 2004 год и посмотрите это уже 12 гигапарсек гигапарсек а то что было известно в 95 году это маленький желтенький квадратик в начале координат какой прогресс за 10 лет вот от примерно 500 мегапарсек то есть от половины гигапарсека до примерно 10 11 даже 12 гигапарсек в 2004 году вот это уже настоящая космология размер вселенной 4000 мегапарсек а что такое размер вселенной размер это галактики наблюдаемые наши вот наблюдаемый размер зависит от инструмента всеми инструментами на земле вот вот все инструменты на земле в 2004 году проследили вселенную до глубины в 12 мегапарсек гигапарсек 12 гигапарсек примерно а космология начинается вот примерно с единички здесь извините пожалуйста а по вертикали там напечатки нету километров в секунду 900 тысяч да да замечательно что вы обратили на это внимание скорость света в вакууме это 300 тысяч километров в секунду вот она 300 тысяч километров в секунду это скорость света в вакууме вот вы сказали сверхсветовые правильно сверхсветовые скорости ну вот начинается расстояние примерно 8-9 гигапарсек да так оно есть но нужно нужно понимать что 300 тысяч километров в секунду это скорость света вакууме это скорость в отсутствии каких-либо полетяготения нетяготения антитяготения и так далее это константа в специальной теории относительности а в общей теории относительности такой константы скорость света нет в специальной теории относительности С вот это замечательное это предельная скорость всех предельное значение скорости всех движений всех распространений всех взаимодействий а в общей теории относительности это уже не так скорость распространения взаимодействия, скорость движения частиц и предельная величина для их физических значений является уже не только эффектами специальной теории относительности, но и общей теорией относительности и вот конкретный расчет по моделям Фридмана а вот эти вот разные кривые или прямые они сделаны по модели Фридмана указывают на то, что скорость действительности возьмем крайний случай красного кривого может быть раза в три больше, чем величина С именно такая будет скорость удаления галактик от нас в некоторой модели вот эта модель закрытой Вселенной где имеется только одно вещество и нет антивещества но это один только вариант Фридмановской модели в некотором смысле крайний он не проходит по наблюдению то, что ближе всего к наблюдениям отмечено зеленая непрерывистая это пустая Вселенная и очень близка она к вот к фиолетовой фиолетовой линией которая почти что накрывается зеленой то есть сегодняшнее состояние Вселенной описывается моделью Фридмана в которой почти что нет вещества есть только анти тяготеющая темная энергия и она же совпадает с пустой почти совпадает именно потому что вот я сейчас к этому и перехожу именно потому что на темную энергию и темную материю приходится 95% всей массы энергии Вселенной даже если исключить темную материю то все равно на темную энергию приходится большая часть всего энергетического состава Вселенной и это значит что Вселенная почти пустая то есть кроме анти-тяготеющей темной энергии в ней почти ничего нет вот с этой точностью вот с точностью скажем на фактор тройка можно сказать что две кривые почти практически совпадают но точность на фактор тройка вы видите что здесь даже не везде выдерживается две кривые из которых одна отвечает для двух разных моделей и плоская плоская и реальная так сказать назовем ее реальная которая соответствует современным данным а вот современным данным соответствует кривая в которой на темную энергию приходится опять таки подчеркну это 75% полной энергии массы почему она эта модель близко к пустой в том смысле что имеется только темная энергия больше ничего потому что 75% дальше темная материя примерно 20% и бариона плюс излучение меньше 5% что такое темная материя более или менее более или менее известно это скорее всего не релятивистские элементарные частицы возможно большой массы вплоть до ТЭВа которые однако не фигурируют ни в стандартной модели элементарных частиц сегодняшнего дня ни в каких-либо других обобщениях стандартной модели сколь бы они не были смелыми теория физик фундаментальная физика не предсказывает никакой массы и никаких других качеств частиц составляющих темную материю астрономы однако выяснили что это не релятивистские частицы то есть они движутся со скоростями которые гораздо меньше С в этом случае С они не релятивистские но что это за частицы то есть в каком смысле они движутся со скоростями в этой разлетающейся вселенной они движутся как молекулы воздуха в этой комнате со случайными скоростями эти случайные скорости меньше С гораздо меньше С вам скажем в 20-30 раз так что это не релятивистские частицы но какие именно до сих пор непонятно то что разлетается он находится в этом бульоне да, совершенно верно разлетается все вместе точно вот физики не могут здесь помочь космологам, астрономам не могут сказать вот у нас имеется такой-то набор частиц а частиц физики элементарных частиц больше полутора сотен сейчас считают резонанс ни одна из них не подходит на роль носителей темной материи почему обычное вещество материи а? обычное вещество обычное вещество не подходит потому что имеется ограничение совсем другой природы вот если бы это было обычное вещество и всего бы обычного вещества было бы 25% не получился бы тот химический состав вселенной который мы реально не были начальная функция масс допускает что это будет обычное вещество типа коричневых карликов и нет барионы тут не проходят железно не проходят как это было выяснено еще Зельдовичем а до него проблема этой хотя такого понятия как темная материя не существовало занимался Гамов Юргий Антонович Гамов он впервые рассмотрел вопрос о ядерных реакциях в ранней вселенной он привнес в космологию ядерную физику где он был экспертами классиками и там выяснилось то обстоятельство что выход гелия в термоядерных реакциях первичных примерно первые три минуты существования вселенной очень сильно зависит от того каково отношение числа взаимодействующих частиц ядерных реакций то есть фактически протонов и нейтрон к числу фотонов фотонов находящихся в термодинамическом равновесии с этой средой вы знаете это такое состояние вещества что там любые экстраполяции могут достигать десятки и сотни процентов это неправильно вот это как раз неправильно теория ядерных реакций в ранней вселенной начиная от Гамова и до наших дней изученная теория изучена замечательно прекрасно тут и сам Гамов сделал очень много и Зельдович и многие другие например Вагонер который впервые просчитал все это с точностью до 10% вот то что говорит товарищ это же входит в 5% темное ну типа там карликов коричневых цветящихся 1% а чтобы получить 5% ну вот как раз все вот эти вещи туда все коричневые любого другого цвета карлики все входят в эти 5% вселенная насколько я понимаю получен из результатов в МАП что вы о чем вы говорите Вилкессон микровейп анизотропик проб нет что получено что получено Дубльгамат современный состав вселенной а что именно не современный состав химический состав нет получено именно это соотношение вещества что раз вселенная она евклидова значит состав вещества энергии материи излучения должен быть примерно таким одно с другим согласуется но вместе с тем имеется еще и наблюдение которые указывают на четкое различие между обычным веществом из которого могут состоять эти самые коричневые карлики и темной материи какие это наблюдения это наблюдение химического состава то есть доли первичного гелия в общем распределении элементов во вселенной вот это надежные данные которые ну вот были известны еще во времена гамма хотя и с большой ошибкой само число было определено и сейчас это принос очень хорошая точность без всякой связи с да без всякой связи вот я сказал о возможной природе темной материи но интереснее всего для нас темная энергия что известно о ее природе вот после того что сказал раз борисович глинер мы ничего нового добавить к этому не можем это в действительности вакуумоподобная среда с определенным давлением с определенной плотностью которые были измерены вот теми теми тремя лауреатами и их командами а вот каково каково происхождение и микроскопическая структура этой гипотетической космической среды которая стала уже теперь не гипотетической а реальной вот физическая природа и микроскопическая структура другая из чего они сделаны эти вот эти виды материи и в частности темные вот это мы неизвестно это некая вакуумоподобная среда вот все что можно об этом сказать вернемся космическим вакуумом изучал Зельдович опять-таки первого его идея была в том что еще до открытия темной энергии до того как эти слова появились он занимался в нескольких работах изучением физики лямбда слагаемого в уравнении общей теории относительности вот у него идея была такая что это возможно вакуум теории поля вакуум всех частиц полей во вселенной действительно фундаментальная физика предсказывает что существует вакуумное состояние у всех частиц полей и это вакуумное состояние обладает некоторой энергией это не просто пустота а это опять-таки некоторая среда с определенным значением плотности и давления было бы прекрасно если бы значение плотности которое вот сейчас измерено плотности темной энергии а тогда во время Назельдовича имелись только ограничения сверху и снизу вот если бы эту величину можно было бы вычислить по квантовой теории она сейчас син на 10 минус 30 граммов в кубическом сантиметре вот это так сказать ключевая величина для темной энергии 7 на 10 минус 30 в граммах на кубический сантиметр это примерно 0,7 от критической плотности вселенной которая совпадает с полной плотностью критическая и полная плотность по современным данным совпадает с огромной точностью так вот если бы можно было это вычислить это было бы прекрасно Зельдович предложил несколько вариантов такого можно сказать нумерологического свойства как из универсальных физических констант можно было бы скомбинировать величину размерности плотности чтобы получилось ну вот что-то вблизи там 10 минус 29 грамм в кубическом сантиметре но он предложил довольно-таки причудливые варианты в которые входила например масса пемизона причем тут пемизон Василь Георгиевич говорит я и сам не знаю но вот с пемизоном получается нет просто в те времена пемизон считался агентом сильного взаимодействия ну да он и сейчас он и сейчас играет эту роль так сказать в простом изложении теории пемизон да ну ничем не лучше там я не знаю бозон бозон других взаимодействий электрослав одним словом говоря не получилось ни у Зельдовича ни тем более у этих самых инфляционщиков о которых я говорю они занимались вакуумом физическим вакуумом в космологии начиная с 82 года то есть до сегодняшнего дня прошло много времени они не смогли вычислить величины современной плотности темной энергии не смогли вычислить а занимались этим умнейшие люди типа не получается по причине о которой в общем можно легко судить по современному состоянию других областей фундаментальной физики стандартной модели имеется там 170 параметров то есть это теория в которой ни одно нормальное число не может быть найдено из первых принципов скажем масса протоков то есть 170 свободных параметров да да что хочешь можно считая ну к этому да ну к этому входит к этому добавляется и полное число всех резонансов с их массой и так далее ясно что фундаментальная теория физики находится не очень хорошим состоянием как говорили еще начиная с середины 80-х годов в теоретической физике наблюдается глубокий кризис с тех пор он только углублялся этот кризис и это связано вот с таким редукционистским аналитическим подходом что мы даже на расстояниях там в сотне гигапарсеков ну в десятки гигапарсек мы все равно хотим все разложить до элементарной частицы понимаешь здесь нет замыкания мы рассматриваем всю вселенную а пытаемся все свести к элементу а как же нам иначе действовать вот это другой вопрос это другой подход уже будет совсем когда как бы целое оно уже с частями связано давайте посмотрим вот 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 они для всякой да глубокий кризис фундаментальной теории она не может ответить на элементарные вопросы а вопрос о природе темной энергии несомненно связан с глубокими связями глубокими отношениями между тяготением и остальными взаимодействиями в природе остальными фундаментальными взаимодействиями ну потому что темная энергия создает антитяготение ну вот почему она создает антитяготение именно вот анти другие частицы а почему они создают тяготение нормальные частицы это мы тоже не знаем не можем ответить на этот вопрос тяготение или антитяготение все это еще не включено в какую-то схему более высокого порядка более глубокую по принципам которая могла бы эти связи и соотношения как-то прояснить мы этого не знаем поэтому любые спекуляции на эту тему повисают в воздухе единственное что можно делать и что реально делают в инфляционной теории это предлагать все новые и новые частные модели которые разрабатываются с исключительно высоким математическим мастерством исключительно высоким ну таких моделей существует сейчас я думаю больше тысячи была бы правильная теория хватило бы одной больше тысячи причем вот как я сказал и и в Москве между прочим и в Бершеве в Израиле и в Нанкине и в Пекине и в Токио и там в других местах и в Штатах во многих местах вот делают одно и то же предлагают модели самые фантастические и затем вот стандартная процедура в чем состоит затем с помощью весьма изощренной математики с использованием суперкомпьютеров каждая из моделей приводится к наблюдательному тесту что разумно вот какие ограничения на параметры моделей могут быть получены из наблюдений вот доходят до чисел сравнивают с наблюдениями и говорят ну вот значит с точностью там до такой-то я не знаю какого-то знака значит вот имеется ограничение на отклонение от лямбда слагаемого Эйнштейна это нормальная кандидатская на доктора философии диссертация в любом уголке земного шара вот в Хельсинки случайно захожу в кабинет соседний с кабинетом моих приятелей из авторов и вижу чем занимается аспирантка буквально этим вот буквально предлагает руководитель конечно предложил ей некую модель с неким новым свободным параметром найти на этот новый свободный параметр ограничение из наблюдений требуется колоссальная работа чтобы освоить эту программу вычислений аспирант тратит на это от двух до трех лет только чтобы разобраться в программе а затем получается ну вот некоторый результат верхний предел на некоторую величину это есть положение фундаментальной физики применительно к космологическим проблемам на сегодняшний день в общем ситуация печальная для фундаментальной физики но блестящая для наблюдательной астрономии колоссальные успехи наблюдательной астрономии за последние 20 лет вот химический состав или вот не столько химический сколько физический так сказать состав вселенной это колоссальное достижение по модели Фридмана вычисляется возраст вселенной на сегодняшний день вот с этими параметрами состава космического состава физического состава вселенной Оказывается, что это нечто вблизи 14 миллиардов лет Очень хорошая величина В том смысле, что это больше возраста самых старых астрономических объектов Кстати, нет, самые старые шаровые скопления как раз оцениваются в 14 миллиардов лет Ну да, с точностью до 2-3 миллиардов Вот, без темной энергии возраст мира был бы всего около 8 миллиардов лет А это маловато И для шаровых скоплений, совершенно правильно сказано И вообще для самых старых звезд нашей галактики Им, ну вот, 12 миллиардов лет, это уж точно В 60-е годы, да На это обратил внимание Шкловский вместе с Кардашовым Ну и другие авторы тоже этим заинтересовались Они считали, что вот этот факт Низкий, низкая величина для возраста Вселенной Неприемлемо низкая Указывает на то, что кроме обычного вещества Должно существовать, должно иметься во Вселенной еще и нечто Что давало бы правильный вещество И вот тогда они говорили, что лямбда, слагаемая Эйнштейна Должно быть отлична от нуля И это было правильно Ну и после них, а этим занимались и другие авторы Люди, в общем, склонялись к тому, что Да, лямбда слагаемая должна быть отлична от нуля Да, должны быть космологические модели Но как-то это происходило, в общем, вяловато, можно сказать И не захватывало публику Почему? Потому что считать нечего Все, что можно было сосчитать, сосчитано, например, лиметром Вот здесь показана диаграмма, которую польский историк науки Михаил Хеллер Отыскал в бумагах лиметра 1948 года В 1948 году, оказывается, лиметру японцы Заказали обзор по космологии для японского физического журнала Обзор так и не был написан А вот в черновиках было найдено вот это Это диаграмма зависимости расстояний от времени В модели Фридмана с самыми разными значениями лямбда слагаемого Эйнштейна Вот вы видите, что здесь есть такие модели, в которых происходит сначала увеличение расстояний То есть расширение А потом расширение сменяется сжатием И, значит, размеры обращаются в нуль Вот имеется кривая, которая соответствует неограниченному расширению И, наконец, имеются вот эти пять вариантов В которых расширение происходит сначала с некоторым замедлением Как и в этих вот моделях, которые потом обращаются в сжатие из расширения Происходит сначала с замедлением, а затем с некоторым ускорением И это именно то, что и измерили в действительности астрономы в 98-99 годах Ну и вот мы воспроизвели в нашей книге о Фридмане Эту диаграмму Леметра с разрешением Михаила Хеллера И отметили ту кривую, которая нам в 88-м году Это было столетие Александра Александровича Фридмана Нам на тот момент казалось самой правдоподобной Так что, в общем, астрономы и физики были, в общем, готовы в действительности к тому, чтобы Вот это лямбда слагаемый Эйнштейна То есть антитяготение и темная энергия Почему они как-то вышли, так сказать, на арену Да, и, наконец, получили бы какое-то наблюдательное подтверждение Более строго и определенное, чем соображение о возрасте Вселенной О чем говорил Шкловский в 60-е годы И вот это и произошло Когда вошли в строй самые крупные телескопы Типа Хавловского орбитального телескопа И наземных телескопов Вот здесь я еще раз хочу показать эту диаграмму Наблюдательные данные доходят до почти что 12 гига парсек Это самый глубокий взгляд во Вселенную И модель, которая принимается за стандартный в настоящий момент Очень хорошо описывается решением Фридмана С теми значениями темной энергии Или доли темной энергии, доли темной материи, доли барионов Вдруг я уже говорил Вот это те же самые диаграммы В зависимости скорости от расстояния Которые впервые появились у Хаббла Сначала в его работе 29-го года Потом в дальнейшей Это Хаббловская диаграмма И она на самом деле оказалась включен в большой космологии Космология стала наукой наблюдательной С конца или может быть середины 90-х годов И как только доступными стали истинно космологические расстояния и масштабы Так немедленно была открыта темная энергия Была подтверждена идея Эйнштейна о всемирном антитяготе Вот как выглядит современный вариант этой диаграммы Не буду вдаваться в подробности Скажу лишь, что по вертикальной оси здесь красное смещение По горизонтальной оси относительная яркость объекта Что реально измеряет в космологии в таких наблюдениях? Красное смещение непосредственно измеряется Издвиг линий в спектре объекта И относительная яркость Относительная яркость измеряется Вот в том случае, который был на самом деле реализован Благодаря Псковскому По рецепту Псковского она определяется и учитывается Наносится здесь на диаграмму Вот это наблюдательные точечки на восьмой год Они очень хорошо согласуются с той кривой Которая дает возраст мира около 14-15 миллиардов лет Вот здесь современный возраст Он отчитывается от нуля Значит, современный возраст принят за нуль Тогда прошлое это отрицательное величие, будущее положительное Вот предсказывается и будущее, и прошлое Вот тут довольно много точечек, которые хорошо ложатся на стандартную кривую Полученную этими нобелевскими лауреатами А там большего масштаба нет? Что? Больше масштаба эти точки нельзя посмотреть? Можно посмотреть Потому что дисперсия точек достаточно высока Можно, можно А там, где модели начинают отличаться, очень мало Все это, конечно, сделано Этим сейчас занимаются сотни людей Все, что мы можем так сходу сообразить, уже сделано Вот вариант сегодняшнего дня Это то, что называется стандартной лямбда-CDM моделью Она стандартная в том смысле, что удовлетворяет на сегодняшний день всем наблюдательным ограничениям Лямбда это лямбда Эйнштейна CDM это cold dark matter То есть холодная, нерелативистская темная материя Модель 2012 года Опять-таки 75% темной энергии 20% темная материя И все остальное нормальное Примерно 5% Точечки очень хорошо ложатся вблизи современных значений возраста Но это непонятно Это значит, что мы рассматриваем близкие объекты Для них точность высока Дальше точность несколько хуже Но, тем не менее, тоже вполне удовлетворительно А вот желтым показано то, что категорически отметается современным наблюдением Вот никакая нормальная кривая Этот современный эквивалент Каббловской диаграммы Не может пройти в желтой зоне Это полностью исключено И вот самый вероятный И правдоподобный, и естественный вариант Показан в этой зеленой линии Хочу еще раз сказать Что это та же самая хаббловская диаграмма Но переписанная, перерисованная В других координатах В координатах непосредственно Измеряемых величин У Хаббла это были скорости расстояния Они действительно измерялись и у него Непосредственно Ну а здесь расстояние непосредственно не измеришь Только по относительной яркости объекта Измеряется расстояние Ну а красное смещение Это и есть скорость, которая измеряется непосредственно Вот это современное состояние Космологии И нужно сказать, что никогда раньше Такой определенности в космологических величинах Параметрах И вообще в физике сегодняшнего дня Вселенной Раньше не было Несмотря на заявления Разных космологов и разных физиков В предыдущие годы Которые до открытия темной энергии Сообщали, что вот их теория Она всем ограничениям удовлетворяет Дает полную картину Замечательно согласуется со всеми наблюдателями Это было действительно возможно Ввиду того, что данные были неопределенными Как мы сейчас понимаем И совершенно недостаточны для нормального отсева моделей Почему они были недостаточны? Скажу еще раз Потому что наблюдениям не были доступны Большие истинно космологические расстояния Вот как только наблюдения выехали за 1 гигапарсек Вот тогда и началась нормальная космология Нормальная наблюдательная астрономия В масштабе всей Вселенной Только тогда А все, что было до этого Это было, как мы сейчас понимаем Только подготовительной, грубой, черновой работой Включая, конечно, колоссальные По значению результаты Эйнштейна, Фридмана Шкловского Зиндовича И других Астрономов и физиков Если у меня есть еще какое-то время Есть? Или уже давно не Ты уже 20 минут переговорил Уже переговорил Если вы хотите что-то добавить Пожалуйста Добавляйте А потом перейдем к вопросу 20 минут Переговорил Прошу прощения Ну мешали Переговорили Еще 3 минуты Очень интересно Незаметно Если председатель разрешит Председатель просит О чем О чем я хотел бы сказать Сам в конце Чем мы занимаемся в ГАИШе сейчас Не могу Не рассказать Вот Я здесь написал Что Темная энергия была открыта На самых больших На предельно больших Космологических расстояниях Вот У горизонта мира фактически Дальше уже Почти что ничего и не видно И никакого дальнейшего продвижения Ни завтра Ни послезавтра Ни через сто лет Не будет Не будет Вот это сделано У горизонта мира Но Если это действительно Всемирное антитяготение То что было открыто Как темная энергия Вот если Темная энергия создает Действительно Всемирное антитяготение То как Всемирное тяготение Ньютона Это антитяготение Должно действовать И на яблоко И на Луну И на галактику И на всю Вселенную В целом Имеются ли Какие-либо Независимые Данные О темной Энергии Вблизи нас Вот Еще Лет 10 назад Мы Предположили И обосновали Возможность Измерения Темной Энергии Обнаружение Измерения Темной Энергии На предельно Близких К нам Расстояниях Всего 1 или 3 мегапарсека Что такое 1 или 3 мегапарсека Вот Наша галактика Вместе с туманностью Андромеды Входит В Местную группу Галактик Вот это Наша галактика Вот это Туманность Андромеды Вот это Местная группа Эти две галактики Гигантские галактики Все остальное Это галактики Существенно Меньших Масс Которые Удерживаются В объеме С поперечником Примерно 2 мегапарсека Или радиусом 1 мегапарсека Тяготением Нашей галактики И Галактики Андромеды Вне местной Группы Наблюдается Больше Десятка Но Но Сейчас Их Пожалуй 22 Галактики На сегодняшний день 22 Карлика Карликовые галактики Которые Не стоят На месте А все Как один Удаляются От местной Группы По радиальным Направлению Вот эта картина Местной Группы Была впервые Получена Игорем Дмитриевичем Карачанцевым В 2007 Году Игорь Дмитриевич Известный Астроном Которому Всегда Везло Он все время Что-то Открывал И Работал На лучших Инструментах В мире Вот Эту картинку Игорь Дмитриевич Посчастливилось Построить По данным Наблюдения Хабла Он получил На Хабле 200 Орбитальных Периодов Наблюдения 200 Орбитальных Периодов Хабла Для изучения Местной Вселенной Вот Он получил В 2007 Году Вот эту Картинку В дальнейшем Он построил Хабловскую Диаграмму Для местной Группы И того Что находится Вне ее Вот для тех Галактик Которые убегают От местной группы По разным Радиальным Направлением Вот это Опять-таки Хабловская Диаграмма Но теперь же Буквально Хабловская Вот здесь Скорость Примерно Хабловские Значения Скорости Вот сотни Км в секунду И хабловские Жиростояния Причем там Где у Караченцева 2 мегапарсека Это не 18 Как было бы У Хаблов Пересчитать Да А это Настоящие 2 мегапарсека Истинные И вот Примерно До 3 мегапарсек Появляется Вот такая Картина В ней четко Разделяется Самая местная Группа Где галактики Движутся И вперед И назад Получу зрение И вот их Равное число С положительной Выше Вот этой Горизонтали Скорость И с отрицательной Ниже этой Горизонтали Скорость Это местная Группа Она Гравитационно Связана Вот Это все Так и должно быть В нормальной Группе Гравитационно Связанной Частицы Должны двигаться И туда Сюда И сюда Примерно В одинаковом Количестве С одинаковой Примерной Скоростью А вот Что замечательно И на что Не обращали Внимания До Караченцева Это то Что имеется Вот этот поток Разбегания Галактик Вне местной Группы Галактики Удаляются От местной Группы Вот эти все Галактики Имеют положительные Скорости И в интервале Расстоянии От одного Мегапарсека До трех Нет ни одной Галактики Которая бы Приближалась К центру Местной Группы То есть К нам А все Они убегают От нас И убегают По закону Который Очень близок К линейному Закону Кабу Вот Это данные Караченцева Для местной Группы За Несколько Лет Наблюдения Когда Вот у него Набиралось 200 Хаббловских Оборотов Откуда берется Этот поток Разбегания Наше предположение Состояло в том Что в этом потоке Разбегания Галактики Карлики Движутся Не только Под действием Тяготения Местной Группы Но и под действием Антитяготения В которую Антитяготение Темной Энергии В которую И Группа И поток Разбегания Погружены И вот мы Вычислили Каковы Должны Быть Скорости При различных Начальных Условиях Галактик В потоке Разбегания Вокруг Местной Группы Если Там Действует Всемирное Антитяготение Эйнштейна Мы Выяснили Первым Делом Что Тяготение Местной Группы Действительно Слабее Антитяготения Фона Темной Энергии Если Мы Продвинемся На расстояниях Превосходящих Там Скажем Один Мегапарсек От центра Местной Группы То есть Сразу За пределами Местной Группы Нет Гравитационной Связанности Там Уже Тяготение Нашей Галактики Андромеда Не удерживает Галактики Каблики Там Действует Антитяготение Действительно Так и получается По числу Если Подсчитать По закону Эйнштейна Какая Сила В переводе На нее Музский Язык Действовала бы На какую-то Галактику Скажем На расстоянии Полтора Или два Мегапарсека От центра Местной Группы То Мы Увидим Что силы антитяготения Там Действительно Больше Силы Притяжения К местной Группы И вот Мы рассчитали Эти траектории Оказалось Что Траектории Стремятся К Линейной Зависимости Типа Закона Хаббла Как говорят Физики Закон Хаббла В этом случае Служил бы Динамическим Аттрактором Всех Траекторий Они к нему Притягиваются Притягиваются К этой Хаббловской Прямой Они Притягиваются И Разброс Вдоль Этого Пучка Траектории Уменьшается Раза в два От одного Мегапарсека Скажем До Двух Или трех Вот Это Теория Эти самые Кривые А вот Это наблюдение Карачинцева И уже Не только По одной Местной Группе А по Четырем Группам Галактик Вместе с потоками Разбегания Укрепни Которые Он наблюдал Вот На Хаббле В эти годы Видим Что Имеется Хорошее Согласие На Людей И Теории Из Этого Факта Уже Если Рассматривать Его Даже Независимо От Теории Можно Сделать Оценку Плотности Темной Энергии Вокруг Нас И Она Сойдется С точностью Не очень Высокой С точностью До Фактора Двойка Сойдется С тем Что Получено В космологии То есть Плотность Темной Энергии Одинаковые у горизонта мира И вокруг нас На расстоянии всего Несколько Мегапарсек А вот это Это Наш последний результат В космологии Последние Десять лет Развивается Такая Трудная Но тем менее Исключительно Полезная Деятельность Люди Пытаются Восстановить Вот Эту Самую Ячеистую Картину Вселенной По наблюдениям То Извините По вычислениям Как Используются Суперкомпьютеры Задаются Разумные Начальные Условия По Зельдовичу Опять таки Можно сказать Задаются Начальные Условия А затем Смотрят Как все это Будет развиваться Во времени Скажем В течение 15 миллиардов Летов Возникает Картинка Очень близкая К этой И по этой Картинке Ну уже Не наблюдательной Не астрономической А компьютерной Мы знаем Про галактики Все Мы знаем Их истинные Трехмерные Скорости Мы знаем Их массы Расстояние Центров Соответствующих Групп Или скоплений Галактик И вот мы Снова Наносим Это На Хабловскую Опять таки Диаграмму Это будет Хабловская Диаграмма Для потоков Галактик Вокруг Скоплений И групп Галактик Их тут Вот из Такой вот Картины Которую Я показывал Набралось Несколько сотен Мы видим Что Это Картина Космологических Симуляций Как их называют Очень хорошо Подтверждает Теорию Вот то Что мы предсказывали В виде траектории Вот такой Пучок На диаграмме Скорость Расстояния Вот все это Хорошо Заполняется Точечками Почерпнутыми Из Картины Симуляции На суперкомпьютерах Главный Так сказать Симулянт Этой деятельности Наш Коллега В Финляндии В Туку Паси Нурме Он работал В тесном Контакте В последние годы С Яном Ильмаровичем Мы начали К нему Мы и приходим Снова Ян Эльмарович Объяснил Паси Что и как Нужно делать И Паси Ну с некоторой Нашей помощью Произвел И симуляции И Отбор данных Для построения Диаграммы Это Впервые Полученная По космологическим Симуляциям Хаббловская Диаграмма Для потоков Вокруг Скоплений В Галактике Ну и салют Извините Откуда брались Начальные условия Для моделирования Паси Не подбирались ли они Специально Чтобы получить Наблюдать Ну как Объясняю Значит Как я уже сказал Это большая деятельность Этим занимаются Люди во многих Постепенно Выработался Некоторый Стандартный подход В этом подходе Самое главное Начальные данные Самые главные Начальные данные Они задаются По Зельдовичу Зельдович задолго До всего этого Предположил Что начальные Флуктуации Во Вселенной Из которых Образуется Потом Галактика Ископление Галактика Подчиняются Некоторому Простому Закону Простая Зависимость Амплитуды Флуктуации От масштаба Флуктуации Вот если Эту зависимость Это Гаунсово Что? Гаунсово Она называется Гаунсово Зависимость Нет Это Другая зависимость Это линейная Зависимость Она называется По имени Зельдович Но еще Иногда говорят Зельдович Харрис Харрис Реверно Одновременно Зельдович Предложил Этот подход Вот так вот Симулируется Эволюция Вселенной На полтора десятка Миллиардов лет Так получают Картину Которая очень Похожа На наблюдательную Картину Эйнестер И По этой уже Полученной По симуляции То есть На суперкомпьютерах Картине Отбирается Система Похожая На местную Группу На некоторые Скопления Галактик Вместе С потоками Разбегания Вокруг них Чем люди Не интересовались Для нас Люди Интересовались Главным образом Основными Элементами Этой Крупномасштабной Структуры Скоплениями Трехмерное Образование Стенками Или блинами Двумерное Образование Филаментами Одномерное Образование А вот Чтобы посмотреть Детально Картину В масштабе Нескольких Мегапарсек До этого Не хватало Точности Симуляции Точности Ладно Открыт по наблюдениям Игоря Дмитриевича Карачанцева Нахабли И подтвержден Сейчас Вот в этих Замечательных Симуляциях Нурм Вот таков Вклад Гаиши Во всю Эту деятельность Спасибо По 100 точкам Совпадает? Что? По 100 точкам Аценка лямбда Была проведена? Ну конечно Да Совпадает она? Да С точностью До фактора Двойка А фактор В местном случае Делить на дво Или умножить? И делить И умножить Тогда получите интервал Интервал Возначение В которых Эти начинали жить Четыре раза Туда-сюда Вопросы К докладчику Пожалуйста Скажите А вот Нельзя ли Вот это вот Разбегание По крайней мере Вот этой группы Интерпретировать В качестве Как результата Вращения То есть Собежное ускорение Вопрос как-то Рассматривался? Да Скорости измерялись Никого вращения Нету То что не может быть Это так сказать Отдельное соображение А то что нет Это факт Это факт Нельзя Мне хотелось бы Коснуться вопроса Которым вы говорили Показывая нам Диаграмму Скорость Расстояния До масштабов 12 гига Парсет У вас там получалось Значение скорости Разбегания Там Больше Скорости Света И Вам был задан вопрос Как это возможно Я повторяю Что это Лишь специальная теория Относительности Есть предельная Скорость света А общая теория Относительности Допускает любые Скорости света Я не могу с этим Согласить Специальная теория Относительности Локально Общая теория Относительности Выполняется И там есть Тоже предельная Скорость Распространения Сигнала Относительность Пространства В Бридмановской Модели Расширяется Пространство Относительно Пространства Скорость Никакой Галактики Не может Передойти Скорость Света А что такое Пространство Отдельное 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 Другое Галактики Именно так Расширяется Скорость Может Преосходить Скорость А С этим Вы согласны Так вот Никакого Пространства В действительности Нет Кроме того Что обрисовано Самими Галактиками Они Действительно Разбегаются Так Что их Скорости На очень Больших Расстояниях Могут Превосходить Величину С Но не Превосходят Никогда Скорость Света Правильно Рассчитан По общей Теории Относительности Относительности Какое Пространство Друг Друг Расширяющегося По предму Расширяется Именно Пространство Хорошо Расширяется Пространство Натянутое На галактике Вот А другого Нет Пока Шарик Не будет Ну это Да Скорость Отношения К пространству Не может Превожать У меня Вот такой Вопрос На данный Момент Когда мы Достаточно Мало Знаем Про Темную Энергию Про Темную Материю Можем Ли Мы Все Таки Говорить О Каких-то Конкретных Физических Законах И Каких-то Ну Скажем Характеристиках Вот Этих Объектов Ну На точном Я Я имею Ввиду Следую Ну Скажем Когда мы Говорим Про Темную Энергию Про Темную Материю Значит В чем Мы Измеряем В каких Единицах Допустим Энергию Ну Джоу Допустим Темную Материю Ну Скажем Ну В Килограммах То Какие-то Какие-то Точные Точные Утверждения Дальше Присутствуют Ли Здесь Допустим Такие Понятия Как Ну Скажем Отрицательная Масса Или Отрицательная Энергия Может Быть Это Или Нет Какое Значение С точки Зрения Вот Точного Физического Описания Скажем Лямбда Член И Наконец Последнее Можем Ли Мы Говорить О Законах Сохранения Темной Материи Темной Энергии Выполняются Они Или Нет Вот На данный Момент Когда Мы Действительно Мало Знаем Можем Какие-то Точные Удверждения Делать О том На Таком Физическом Языке Аккуратно Выберите Пожалуйста Один вопрос Из этого Если на все Отвечать Я еще Час-двадцать Буду Вас Утомлять Какой-нибудь Один Закон Сохранения Закон Сохранения Да Законы Сохранения Какие Это опять-таки Общая Теория Относительности Общая Теория Относительности Есть Свои Законы Сохранения Они Конечно Распространяются И на Темную Материю И на Темные Эти Законы Сохранения Формулируются На Языке Уравнение Общей Теории Относительности Там Значит Тензора Энергии Импульса Которые Служат Источником Тяготения Она Должна Равняться Нулю Четырмерной Энергии Вот Это Все Законы Сохранения Которые Вообще Мыслимы В такой Постановке Задач При этом Выполняется Например Термодинамическое Тождество Закон Сохранения Внутренней Энергии Железно Выполняется Выполняется Все другие Стандартные Законы Например Сохранение Числа Частиц Все это Тоже Выполняется А там Энтропия Если она равна Нулю Как предполагается Ну вот она будет Равна нулю Всегда Ну и так далее Законы Сохранения Формулируются В рамках Общей теории Относительности И как только Вы получили Правильное Решение Уравнений Общей теории Относительности Как это Разделов Ритма Вы тем самым Получили И законы Сохранения Действительно Все законы Сохранения Разумные Наполняются В этом случае Пожалуйста У меня один вопрос И один комментарий Я не знаю Как вы Можем У нас есть вопросы Конечно На комментарии Там Сразу Если Раздел Я думаю Не строго Попытаемся Их Раздел Ну вопрос Такой Касающийся Все таки Инфляционной Теории Я не являюсь Аплагетом Я знаю Что есть Альтернативные Ну и тот же Лукаш Столкновение Брант Много всего Но вот В отношении Вы все время Наставите Что это Чисто спекулятивное Ну и только Она кое-что Объясняет Ну например Горизонт Вселенной Там Затем Вот Критическая плотность Еще Как Я сейчас Не помню Обычно Приводится Ну набор Нескольких Значит Фундаментальных Вещей Которые Объяснила Это самая Инфляционная Теория Ну Насколько Правомерно Ее Называть Уж чисто Спекулятивно Вроде Ну На самом деле Она ничего Не объяснила Что касается Допустим Плоскостности Ну да Ну например Плоскостности Да Вот Не требуется Никаких Гипотез О начальном состоянии Со сверхвысокой Плотностью Вакуума Чтобы Объяснить Плоскостность Как результат Нормальной Эволюции Стандартной Вселенной Современным Значением Плотности Темной Энергии Современное Значение Которое На 120 Порядков Меньше Того Что Предполагается В инфляционной Теории Там Плотность Предполагается Равных Планковской Это 120 Порядков Выше Чем Современное Наблюдаемое Не нужно Достаточно Современной Плотности Которая На 120 Порядков Скажу еще раз Меньше Этой Гипотетической Планковской Это же было В момент Возникновения Такая Жуткая Плотность Не нужно Этого Предполагать Не требуется Чтобы Объяснить Плоскостность Вселенной В данный Момент Не нужно Требовать Никакой К ароматной Точности Она не нужна Хотите Объяснять Выходя За рамки Стандартной Модели Пожалуйста Представляете Что это за Гипотеза Гипотеза О плотности Которая На 120 Порядков Скажу еще раз На 120 Порядков Выше Наблюдаемое Другое Дело Что Вы правильно Сказали Что это Начальная Плотность Другое Дело Что было бы Замечательно Пусть Вот они Сделали Такое Предположение Чтобы Вычислить По этому Значению Начальной Плотности Современное Значение Плотности Так ведь У них Не получается Не получается Так зачем Предполагать Если все равно Не получается Не получается Важно 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 Пожалуйста Плотности Она Промерена В значительно Меньших Масштабах Вот И для Всякого Разумного Физика Нужно Проявлять Осторожность При выходе За пределы Тех Масштабов Где Теория Надежно Установлена Вот Вы Часто Упоминали Зельдовича Который Утверждал Что Нет В настоящий Момент Ни одного Факта Который Свидетельствовал Об отклонении От общей Теории Относительности Я Многократно Слушал Зельдовича На конференциях Вот Так вот Сейчас Имеется Такое Мнение Что Тот факт Что мы Вынуждены Вводить Гипотезу О темной Энергии О темной Материи Является Ли Это тот Факт Нельзя ли Интерпретировать Этот факт Как Именно Свидетельство Того Что Общая Теория Относительности Перестает Работать Ведь Мы Вводим Эту Гипотезу Для того Чтобы Спасти Общую Теорию Относительности Вот Какого Вашим Ничего Лучше Чем Общая Теория Относительности С этим Я согласен Придумайте Что-нибудь Другое Что было бы Лучше Поговорим Понятно Но Все-таки Есть Так сказать Основания Задуматься О том Что Может быть Действительно Это Свидетельство Мы же Трудность Перекладываем Из одного Кармана В другой Понимаете Вот трудность В космологии Вы перекладываете В трудность Для Элементарщиков Физиков Элементарных Чистил Что это за Материя Конечно 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 Мой пафос был такой Теория Переживает Глобокий Кризис Астрономия Наблюдательная Процветает Во всем мире Кризис Россия Я бы вот что Хотел Обсудить Я хотел бы Обсудить Сам факт О том Говорили Что Вселенная Ускоряет На самом деле Как правильно Говорят Получено Здесь Эту графику Я не видел Диаграмма Расширения На основе Наблюдения Сверхновых 1А Действительно Далеких 1А Сверхновых Ну то есть Спышки белых Карликов Взрывы Белых Карликов Их было Там На больших Расстояниях Всего лишь Несколько Штук Но все Прекрасно Знают Что белые Карлики Это Двойные Системы Может быть Мы в джет Попадаем И при этом Экстраполируем Кривую Псковского То есть В двойной Системе Может быть Джет Вероятность Попадания Ну там Сколько 1.400 Тысяч Или там 1.200 Тысяч Если В другую сторону Может мы Джеты-то и наблюдаем Это Раз Это Вообще Никто Почему-то Не рассматривает Просто Никто Не рассматривает Хотя На больших Расстояниях Опять же Таки Число Испытаний Велико Мы должны Видеть И такие Джеты Это Никто Не учитывает Во-вторых Все Вот эти Звездочки Которые Мы Видим Сверх Новый 1.000 А Это Это Звезды 25-й Звездной Величины Как Вы Правильно Сказали Что блеск Мы определяем Их Относительно По отношению Чего У нас Динамический Диапазон Приборов Фотометров 10 звездных Величин А стандарты 15-17 Величины Которые Есть Они Определены С точностью До 10-12 Процентов То есть Соответственно Если Этим Прибором Их Используют На эти Слабые Звездочки Мы Получим Вот эту Точность То есть Точность Фотометрии Которая Тоже Не учитывается А эффект Там 5-7 Процентов Получается Что мы Просто Находится Под эффектом И опять Все это знают А никто Об этом Не говорил Это вообще Никто Не рассчитывает Почему Может быть И эффекта Собственно Нет Может И эффект Это ускорения Рано О нем Говорит Как вы думаете До присуждения Нобелевской премии Сразу После Посыпались Ли Так сказать В литературу И в адрес Нобелевского Комитета Соображение Такого А также Нобелевская премия Это вещь политическая Посыпались В громадном Количестве Громадном Я не обсуждаю Нобелевскую премию Это вещь политическая Как вот там Премия мира Нет Нет Это Так сказать Это бытие науки Вот Возникает Множество Вопросов Множество Это не индульгенция Которая Которая Само собой Само собой А это только место Куда посылают Так сказать Свои впечатления Возникает Множество вопросов На все Разумные Вопросы Вот эти Умные люди Которых я показывал Ответили Причем Причем Поначалу Вопросы были Очень острые И ситуация была Крайне чувствительна Вот когда у них было Всего 30 Измерений Для 30 Галактик Сосверхнули Вот тогда Ну все как-то Было так Шатко Потом Произошло Некоторое Качественное Улучшение Ситуации Когда они Продвинулись По расстояниям Еще дальше Вот Критическая Ситуация Состояла В том Что вот Да Мы наблюдаем Ускорение Вот до таких-то Расстояний До таких-то Красных Смещений Но в реальной Вселенной Если все обстоит Если дела обстоят Так как мы Предполагаем По модели Фридмана Раньше Был период Замедленного Расширения Значит Мы должны Увидеть Где-то такое Глубоко По пространству Осоветное По времени Какую-то Ситуацию В которой В которой Было бы уже Не ускорение Измеренное нами Относительно Близких Расстояний А замедление Вот Это и было Найдено Сначала Для одной Галактики А затем Еще Для Двенадцати Галактик Вот это был Критический Пункт После чего Нападки Разного рода Сильно Ослабили Тем не менее Они продолжаются До сих пор Люди не соглашаются С тем Что тут Что-то такое Вообще Открыто Говорят Что вот Ссылаются На общую теорию Относительности А без общей теории Относительности Мол Все это рассыпается И правда Не рассыпается Ничего Наблюдение Есть наблюдение Попробуйте Их уложить В какую-то Другую схему Не требуется Общая теория Относительности Что Ух Становения Подразумевает Я согласен Что Есть Система Но И так Иначе Чтобы получить Эту систему Последний Наш способ Организации Попробуйте У меня еще один вопрос Скажите пожалуйста Поскольку 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 Наблюдение Существенно Основанное На методе Псковского Откуда такая Уверенность Что мы должны В этот метод Верить Насколько Он обоснован И не дает Дает ли он Ну скажем так Существенных ошибок Дает Ошибки Которые Поддаются Измерениям И оценкам Люди этим Занимаются Десятилетия Ну И в Гаише Этим занимаются Тоже И в разных Других местах В общем Идея Шкловского Только подтверждается И улучшается Псковского Извините Псковского Идея Юрия Павлович Абсолют Только подтверждается И улучшается Еще большей Точностью Чем В те времена Когда он Впервые Об этом заговорил Вот этот Рецепт Восстановления Абсолютной Светимости По наблюдаемой Кривой блеской Все Четче Яснее И В статистическом Эмпирическом Плане Только подтверждается И улучшается Но там есть Как бы строгая Теория Которая Это все Нет Никакой Внутренней Теории Там нет Это Эмпирика Чистая Эмпирика И статист Вы хотите Да Я хотел Говорить Вот сейчас Интересная Есть Запись Лекции Сергея Попова Наверное Он из Гаиши Вашего Нет Астрофизика Которую Крутят По каналу Совершенно секретно Есть этот канал В Москве Каждый день По неску раз По-моему Хорошая Очень лекция На мой взгляд Он высказал Там такую мысль Что впервые Теоретики Взорвали Сверхновую Только В 2012 Году И причем С учетом Поправок Именно Общей теории Относительности До этого Теоретически Вот Взрыв Зарвал Закладывался Как канзац Некоторые Уже Готовые Писались Уравнения В него Подставлялось Взрывное Решение И Считались Параметры Какими-то Оптимизационными Методами А вот Из первых Принципов Некоторая Группа Взорвала Теоретически Сверхновую Только В 2012 Году Из этого Следует Что Мы не Понимаем Как Взрываются Сверхновые Каких Они Даже Чисто Теоретически Могут Как Выглядеть Какие Взрывы Какие Там Светимости И блески Могут Проявляться В статистическом Смысле Вот Параллельно По этому Каналу Который Я так Посматриваю Периодически Выступал Тоже Кандидат Физико-математических Наук Который Рассказывал Про биологию Развития Вот Биология Развития Сейчас Тоже Происходит Ускоренное Расширение Но Оно Обусловно Тем Что Грубо говоря Жизнь Как Всяки Биологический Объект Она Захватывает Новые Новые Ресурсы Для Своего Поддержания Продолжения Так вот Аналогия С этим Говорит О том Что Во Вселенной Чтобы Если она Развивается То В ней Образуется Новые Степни Свободы И поэтому Она Должна Грубо говоря Расширяться Второй В одной И той же Банке Как мы знаем Из многих Фундаментальных Теоретиков Квантовой Механики Набор Собственных Состояний Всегда Будет Один и Тот же И новых Собственных Состояний Не появится Вот Если мы Раздвинем Границы Потенциальные Ямы Поэтому Как вы Считаете В свете Этого Ваше Утверждение О том Что Все законы Которые Предписывают Общие Деотносительности Выполняются Справедливые Или нет Теории Сверхнов Действительно Не существует Такой Чтобы из нее Вытекал Закон Скорзка Не существует Это Очень Трудная Задача Этим Занимаются Многие Многие Люди У нас Из границы Причем Подходы Совершенно Различные Вот Например Геннадий Семенович Бесноватый Коган Неподалеку От вас Геннадий Семенович Предполагает Что Это Магнитно Гидродинамический Эффект Что там Накручивание Магнитных Силовых Линей Приводит В конце Концов К тому Что Значительная Часть Вещества Выбрасывается Из ВСД Наружу И по энергетике Это проходит Это Некоторые Крайние Случаи Более Так Сказать Традиционные Подходы Тоже Развиваются В некотором Согласии С наблюдателями Данными Но единой Теории До сих пор Нет И не доходит Дело До того Чтобы Вычислить Закон Псковского Не получается Со сверхном И плоском К счастью Этот закон Хорошо Я еще раз Можно сказать Обоснован И эмпирически И статистически Так что Им можно пользоваться Как инструментом Надежным инструментом В космологии Можно вопрос У меня два вопроса Когда-то мы От вас Давид Выросли Такой Посидим Тогда Вместе Хорошо Вот Из разговора Такого Давнего С вами Когда я Впервые От вас Узнала Именно Глиннера Не Завязала Может Я неправильно Поняла И хочу Уточнить Я поняла Так что Он Первый Выдвинул Идею Сущность Инфляционной Чрезвычайно Быстрого Начального Расширения Сейчас Вы очень Критически Относитесь К этой Идее Как Вы считаете То Это Глиннер Начальное Ошибался Это Отпало Или что Была такая Ранняя Заслуга Пионерская Это Первый Вопрос Глиннер А остальное Это Это Допустимо Начальное Такое Ничего не Противоречит Но и Не доказано Понятно А второй вопрос Такой Ну Вообще Мне хочется Напомнить Что Действительно Сам Фридман Особенно В этой Возмечательной Хотя и Популярной Но это Популярная Книжка Гения Мир Как Пространство Время Как От Лаплас В своих Тестерах Мира Просто Но Глубоко И Вот Он Тогда Обратил Внимание Он Кстати Говоря Ведь Очень Интересовался Древнеиндийскими Философскими Соображениями О циклах Вселенной Об этих Югах Он Сравнивал Оценивал Хотя Это Игра Ума Но Он Говорил Что Если Мы Прикинем Массу Мета Галактики То У нас Возраст От Начала Ну Условно Говоря Творение Вселенной Получается Десятки Миллиардов Лет То есть Прямо Било В десятку Точно Но Он Подчеркивал И Как-то Так Догадывался И понимал Все наши Теории И Специальные Основные Общие Теории Относительности Все Это Надо Понимать Относится Описывает Только Наблюдаемую В принципе Вселенную Астронома Существует Неизбежно Мысленные Вселенные Какие-то Другие Короче говоря ОТО Само Тоже Имеет Локальный Харм Оно Оно Описывает Наш Мир И Теперь Я Не надо Это Не то Что Все Мыслимое Кроме Того Значит Это Первое Сейчас Мне Скользнула Мысль Которую Красиво Хотела Сказать Главное И Да Не Сладят Это Надо Не забывать Что Вот Это Так Но Поэтому Мы Вот Эти Оценки Все Сюда Да Вот Вспомнила Еще Опять В середине Века Наш Великий Можно Сказать И Недооцененный До сих Похожа Нет Высоко Оцененный Абрам Леонид Желем Манов Уж Если Специальные Семинары Журналы За рубежом Его Очень Высоко Ценят Он Как Нас Тоже Высказывал Мысли Которые В общем Напрашиваются Что Могут Существовать И другие Совершенно Вселенные С другими Физическими Законами С другими Там Измерения Вчера В этой Лекции Там 11 То есть Многомерные Совершенно Другие Физических Своист Вселенной И Когда Его Спрашивали Как Там Он Говорит У них Нет Известных Нам Свидетелей Нет Связи С ними И Вот В настоящее Время У того же Линды У них Тоже Инфляцион У них Такая Идея Что действительно Помимо Нашей Вселенной Нашими Физическими Законами Вполне Могут Хотя Это Сейчас Доказать Нельзя Существование Других Миров С абсолютно Другой Физикой Эту Идею Поддерживает Наш Гардашов Коля И Поэтому Возникли Эти идеи Вот Эта Фантастическая Идея Кротовых Нор Когда Пытаются А может Из одной Вселенной Можно Все-таки Пролезть В другую И Даже Вот Такие Красочные Картинки Приводят И Возникает Идея Современной Такой Смены Картины Мира От Юниверс Мы же Считали Что Юниверс Исчерпывает Нас Учили Еще Не в школе А в университете Что Действительно Все пространство Вся материя Это тот Самый Резиновый Шарик Который И расширяется Больше Ничего Нет Юниверс Все Охват Нет Агац Возникает Малтиверс Многоликая Вселенная Когда я сюда приехал Андрей И как раз говорил Какая такая Множественная Вселенная Мы с ним поговорили Я говорю Так как у нее Разные Физические Законы Нужно называть Не множественная Получается Как повторение А многоликая Ему это понравилось Значит Разноликая Разная Совершенная Поэтому у меня Такой вопрос Конечно Чисто Такие Философские Вселенные Как вы В принципе Относитесь Вот к идее Что Вся эта наша Теория Как и Фридман Считал Относится Все Действительно Мы за рамки Лучшего Чем теория Общая Теория Относительности Для описания Всего этого Нашего Наблюдаемого И мыслимого Но с нашей физикой Мира нет Но мы Своим умом Потому что человек Не может остановиться Он всегда обобщает Или как-то Продвигается мысль Предположить Существование Других вселенных Другой физикой Как вот думал Зельманов Как предполагали Другие И вообще Вот и современные Космологи Наши И наши Из-за рубежа К этому Склоняются Входит в наше Сознание Существование Малтиверса Вот мне хочется Узнать ваше Мнение Относительно Вот этой картины Развитие У нас учили В университете Меня учили Ученики Фридмана А у Александра Александровича Фридмана Был такой подход К науке Либо вы считаете До числа Да До числа Либо вы считаете До числа Либо не занимаетесь Этим Ну вот Что касается Мультиверса Вот я не занимаюсь Этим Потому что до числа Я там не досчитаюсь Никогда Да Пока нет А вот для Близкой Вселенной Для трех Мультиверса Я обсуждала Но он обсуждал Эти вещи Он говорил Что в принципе Мы можем быть Другими Да Да Он это сказал И на этом остановился Владимир Павлович Пожалуйста У меня вопрос По поводу Инфляционщиков Они что Тождественны Тем Кто занимается Струнами Потому что Струны Ни разу не прозвучали В вашем Рассказе Интересный вопрос Да Да Что касается Струнщиков То об этом Имеется Замечательная книга Под названием Но то он или рон Может быть Вы слышали об этом Это высказывание Пауля Относительно Некой теории Продолжим В его присутствии Она такая Что она даже И неправильная Нельзя про нее Сказать Что она неправильная Она не только Живочная Но и что-то еще Да Да Ничего о ней Нельзя сказать Даже нельзя сказать Что она неправильная Вот это Относится И к струнщикам Как я считаю Но тут я не специалист Однако Эта струнная деятельность Тоже Примерно С конца 70-х годов Они ведь Развиваются Со страшной силой Они ведь Объявили Что они строят Теорию всего Это многих Заинтересовало Даже Яков Борис Зельдович При его Трезвом отношении Ко всему На свете И то Он написал Некий обзор Про теорию всего Где-то у них Теория Всего Ничего из этого Не вышло Однако И там Колоссально Сложенная Математика Нужна она Не нужна Это не ясно По крайней мере До сих пор Они ничего Не вычислили Вот им говорят Ну вот Это у вас Теория всего Ладно Вычислите нам Пожалуйста Массу протонов Это мы пока Делать не можем Это ерунда Это частности Мы такими Лещами Не занимаемся Мы вот В одиннадцатимерном Пространстве Вчера была Первая лекция Четыре дня Я не видел 20.45 По культуре Не буду смотреть Нет, я просто говорю Но то он или ронг Вот что можно сказать Об инфляционе Но Есть замечательная область Перекрытия Инфляционщиков И струнщиков Есть Струнная инфляция И это уже Так сказать Подрать Второй порядок Девчонки Ничего хотите Совершенно Нет Я вот Я хотел Все Я так Не пойму Вопросы Еще Мы Молочи Нет 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 Еще Вопросы Не Больше Культура 20.45 Да Я хотел спросить Изучалась ли Изотерапия В этом ускорении Может быть В каких-то направлениях Там нет Ускорения Или Насколько Это изотропное Вот что касается Изотерапии То тут Вопрос Решен С хорошей Точностью Наблюдениями Реликтового Излучения С реликтовым Излучением Ну Все ясно Там нет никаких Загадок И Изотерапия По реликтовому Излучению Установлено С точностью До сотых Далей Процента С этим Все в порядке Поэтому Нет никаких Оснований Сомневаться В том Что Из Ускорения Тоже Имеет место Полное Изотерапия И кстати Это подсказывается Еще раз Космологическими Симуляциями Основанными Уже На Физике Самых больших Маждан Немалых Мажданов Как мы Сделали А Самых больших Там Все Изотропно Если Изотропно Реликтово Излучение Но Оно Действительно Изотропно Сокровной Почти У меня Последний Вопрос Такой Вот Если я правильно Понял Вы сказали Что Темная Энергия Как бы Представляется Ну Как сейчас Кажется Нерелитивистскими Частицами Да Темной Материи Темной Материи Да Извините Значит Темной Материи Нерелитивистскими Частицами Значит Вот В связи с этим Возникает такой вопрос А есть ли Какая-то Связь Релитивистская Или Отсутствует Эта связь Между Темной Энергией Темной Материей Ну Я имею Ввиду В духе Е равняется МС Квадрат Вот Есть Какая-то Связь Между Темной Энергией Темной Материей Как Вы Думаете Она Неизвестна Если Имеется То О Ничего Неизвестно Кажется Вопросы закончились Да Может быть Перейдем В выступление Я хотел бы Вот О чем Сказать Дело В том Что У нас Минус Минус Профессор Арашевский У него была Очень хорошая Работа О дождной Театурального Ряда Недавно Когда Издавали Этальмонах Это физика В 21 Мы Эту Работу Еще Перепечатали Значит Суть Его Действия В том Что Кто Сказал Что Когда Мы Говорим 2 плюс 2 Будет 4 10 плюс 10 Будет 20 Все Хорошо А если Мы 10 С большими Нуликами Степень Прибавляем Тоже 10 Какой-то Степень Нулики То Будет Опять Действовать Та же Самая Арифметика То Есть Вопрос Состоит В том Что Когда Мы Имеем Дело С Космологией Кто Может Гарантировать Что Та Арифметика Которую Мы Используем В наших Теориях Продолжает Работать Так Вот Так Вот Эта Идея Рашевского Арифметика Она В мире Проявляется Она Она Проявляется В специальной Теории Относительности То есть На специальную Теорию Относительности Можно смотреть Как на Проявление В одной Арифметике Пока скорости Маленькие Вы складываете Все хорошо Как только Вы очень Большие Берете То У вас Уже Начинается Маленье Вот Так вот Этот же Рвачев В одной Из работ Уже В 2000 Годах Он Эту Идею Попробовал Перебросить Из Пространства Скоростей Из Импульсного Пространства В Координатное Пространство Вот Тем более Что В этой Квантовой Механике Есть Некоторые Симметрии Да Даже В обычной Теоретической Механике Там Гоментонов Формализм Там А уж Квантовая Тем более Так вот Если В импульсном Пространстве Есть Вот Такая Закономерность То Почему бы И не быть И в Координатном Пространстве И была Сделана Прикидка На Случай Если мы Применим Вот Эти Соображения На Координатное Пространство И оказалось Что тогда При очень Больших Расстояниях Будет Красное Смещение Правда Была Использована Некоторая модель Она Очень Несовершенная Красное Смещение Получилось Не Хаббловском То Сказать Не Линейным По Расстоянию Там Квадратичным Получилось Вот В тех Прикидках Которые Он Сделал Так вот Спрашивается Если 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 Имеем Вот Такие Трудности В Теоретической Физике Как Вы Сказали Что Она В таком Критическом Состоянии Даже В очень Хорошем Состоянии То Почему Нам Не попытаться Искать Выход Из этого Нехорошее Состояние На пути Анализа Вот Таких Вот Идей Таких Вот Возможностей Мне Кажется Что Тут Открываются Очень Интересные Перспективы Вот Мы Разворачиваем Разбиваем Такую Так Назваем Революционную Теорию То есть Пространства Времени Нет Как Такого До сих Пор Мы На нем Все Строим Предполагаем Что Оно Есть Оно Может Искривлено Закручено Топологией И так Далее А вот Поставить Задачу Вывести Это Пространство Время Из Каких То Более Региментарных Факторов И вот Если Мы Ставим Вот Такую Задачу То Там Открывается Очень Интересные Очень Интересные Перспективы Очень Интересные Возможности И в Микромире И в Макромире Вот К сожалению Пока Действительно Я не могу Так сказать Претендовать На то Что Мы можем Что-то Более Красивое Чем Общую Теорию Относительности Вот Я читаю На физфаке Значит Общую Теорию Относительности Студент Общества И введения В космологии Я им говорю Что да Да Ничего Красивее Общей Относительности Нет Ее Нужно Развивать Хотя бы Для того Чтобы Понять На каком На каком Масштабе Она Перестанет Работать Понимаете Относительности Вот И вот У меня Вот Лично Такое Лично Такое Что Когда мы Начинаем Вынужденно Говорить О темной Материи Темной Энергии То Это Является Стимулом Для того Чтобы Начать Продумывать Такие Альтернативные Не так Кажется А их Сейчас Есть Монт Например Причем Монт Там Есть Несколько Путей Несколько Каналов Менять Ньютоновский Второй Закон Ньютона Или Закон Всемирного Зиготения Там Еще Есть Но Это Пока Все Конечно С Общей Теорией Относительности Конкурировать Не Могут Это Мы Понимаем Но Мне Кажется Что Тут Есть Пути Я Развышляю Есть Еще Варианты Модифицированных Теорий Главитации С высшими Производными Ф от Р Теории Они Для этого И создаются Чтобы Заменить Идею Темной Материи Идею Модификации Дегатива Да Ну И в рамках Общей Теории Относительности Там Старобинские Другие Разбивают Там Р в квадрате Даже Ф от Р Они Подгоняют То есть Подогнать Можно Но Пока Общепринятого Такого Варианта Так Нужно Не А еще Возникает Новое Понятие Космо Микрофизика Соединение Лев Миронович Пожалуйста А вот Это И есть Собещение Где 48 Год Три Метра Сейчас Можно Включить Да Сейчас Не Включайте Там Еще Можно Будет Использовать Хорошо Сейчас Включим Проект Сейчас Посмотрим 27 Год Метра Ну 48 По-моему 48 Где вот 48 Да Ну Просто Чтобы Не Рисовать А Здесь Все Картинки Уже Нарисованы Значит Так Можно На Доске Рисовать Вот В Особенности Поскольку Все Так Семинар История Астрономии Я думаю Здесь Очень уместно Вспомнить Алина Вспоминала В другом Контексте Уместно Вспомнить Проблем Леонидович Зеленого Тем Более Присутствует И его Ученик Значит Здесь Доктор Захаров Я не был Ученик Вы были Я не был Ну Так Я что Хочу сказать Но Вы помните Что в те времена Значит Да Действительно Господство Парадигма Однородная Изотропная Вселенная С лямбда Членом Равнод Зеленов Разрабатывал Принципиально Другую Неоднородная Неизотропная И лямбда Член Неравнод Идея у него Была такая Что нужно Разрабатывать Общую теорию Вот А потом Из нее Мы посмотрим Значит Как частный Случай Будут вытекать Все остальные Мы посмотрим Что работает Ну Ну Насчет Однородности Изотропии Я говорить Не буду А вот Насчет Лямбда Членов Вот Он рисовал Вот такие Самые Картинки Именно Для того Чтобы Объяснить Противоречие Между Возрастом Вселенной И Возрастом Объектом Вот Как верхние Картинки Вот здесь Или метра И Не только На лекции У него Это Публиковано К сожалению Эта статья Но Она Не в Научном Прессе Но Это Популярное Издание Очень Такое Престижное Науку Человечества Вот Там Вот Сам Большую Советскую Энциклопедию Об этом Да Его Значит Где Возрастает То есть Ускоренное Расширение Вселенной Фактически Он Тем самым Предсказывал Ну Предсказывал Конечно Фридман А он Это Осознал Я думаю Что Вот В контексте Такого Исторического Подхода Когда мы Говорим Я думаю Не надо Нам Забывать Обратим Самый Самый И Кстати Я просто Хотел Еще Одно Другое Замечание По этой же Кривой Значит Хорошо Здесь Стоит Ведь Что Такое Скорость Скорость Это Значит Определяется Значит Углом Касательной Ну Любой Из этих Кривых Любой Точки Если Возьмем Начальную Точку Начальную И проведем Касательно Она Будет Вертикально Тангус То есть Скорость Здесь Бесконечна Поэтому С точки Дерения Могут ли Быть Скорости Больше Света Значит Вы Там Показываешь На Современных Значит Там Больше А тут В самом Начале Скорость Не только Больше Она Бесконечна Я Я Новик Спрашиваю Он Говорит Это Все Нормально Тут Математического Смысля Нормально Ну Не Противоречит Так Скорость В 50-х годах Нам Эти Картинки Все Рисовал Да Ну Он Рисовал На Лексах Но У него Опубликовано Это Абрам Леонидович Да Его Не надо Забывать Конечно Само собой Мне особенно Нравилось У Абрама Леонидовича Вот То О чем Ты не захотел Говорить О Неоднородности И Анисотропии Это был Исключительно Правильный Подход Между прочим В духе Сэндыча Ну Методологически Правильный Конечно Нужно Получить Какую-то Теорию Не на Больших Масштабах Где Все Однородно И Затропно А Близи Нас Где Все Неоднородно И Затропно Кое-что Он Здесь Действительно Серьезно Сделал Ну Вот В Действительности Здесь Не Нужна Общая Теория Относительности В Малом Масштабе Можно Обходиться Ньютоновским Аналогом И Он Срабатывает Глестяще Я Еще Вспоминаю Вот На семинаре Валенко В свое время В 60-х Годах У нас Выступал Профессор Гаиша Баранцов Легивин Да Он Скептически Относился Кочень Теория Не скрывал И Вот Он Демонстрировал Как Сейчас Помню Фотографии Близких Галактик И Он Значит Показывал Что Якобы Есть Перемышки Которые В одном Случае Как бы Они Притягиваются А в Другом Случа Как бы Хвосты Отталкиваются Замонейство Секоладки Да Это Было Я Споня Борис Александрович Был Против Космологии До Тех Пор Пока Она Не Стала Наук И Наблюдателем Ну Так Он Наблюдатель Нет Все К сожалению Да Вот мне Геннадий Алексеевич Дал слово Я просил Я хотел бы Отметить Некоторые Особенности На Историко-научные Работы Что Не часто Значит Что не часто Бывает Среди Работающих Физиков Там Или Астрономов Он Знает Историю То есть Историки Науки Оказываются Полезны Во многих Отношениях Если Это Конечно Качественная Работа По крайней Мере Две Или Три Ссылки Было Точно Историко-научные Работы Поляка Некого Я помню И еще Одного Человека Который Леметром Занимался Специально Вот Это первое Это очень Интересно И важно Для нас Второе Из доклада Следует Например То Что Наши Космологи Астрономы Внесли В эту Проблему Довольно Большой Вклад Если Посмотреть Начиная С Фридмана И Целый ряд Мы помним И Зельдоровича И Шкловского И Псковского И Целый ряд Других Людей И Это Это Тоже Крайне Важно Глинер Да Пожалуйста Еще Один И Не Только Он И Еще Одна Вещь Конечно Очень Интересная И Видно Что Докладчик Представляет Астрономов Потому Что Скажем Многие Физики Если Присутствуют В аудитории Скажем Физической То Особенно Когда Речь идет Стандартные Модели Физики Элементарные Частики Многие говорят О том Что Это Великое Достижение И Мало Кто Говорит На самом Деле О том Что Какой-то Уж Такой Кризис Физики Физиков Это Я не сказал Чтобы Распространенная Точка Зрения Что У вас В астрономии Блеск И Красота А В физике Какой-то Ужасный Кризис А между тем Физики Полагают Что Что-либо Понять Без Этой Самой Физики В космологии Ничего Нельзя Голые Эмпирические Данные И даже Лямбда-член Это Так сказать Великая вещь Стоит в уравнении Хейнштейна И так сказать Понятное дело Введена Физику И только тогда Все это Получает Некий смысл Хотя Я не скажу Что Конечно Экспериментальные Наблюдательные Данные Они Во многом Не зависят Во многом Не зависят От Самого Теорного И Что-то Я еще Хотел Да Ну Наверное Этого Достаточно И По-моему Доклад был Я не знаю Чрезвычайно Интересный Очень Полезный Для Историков Да Я добавлю Только еще Что Я знаю Что Артур Давидович Сам Уже Ну Историк По существу Потому что Книги Которые Написаны О Фридмане По-моему Что-то Было О Гамале Была же Книжка О Гамале Или она Или только Статья О Гамале В Лесневске Мы писали О Гамале А Вот Лесневский Наш человек Да Вот И потом Что-то было еще И о Хабле По-моему Если я не ошибаюсь О Хабле Это Шаров Шаров И Новиков Но не важно Во всяком случае Я думаю Что Доклад Был Очень Интересный И Докладчик Может быть Не в равной степени Сочетает В себе Астрономы И Историка Но Во многом Во многом Так что Насколько Выразит Восхищение Насколько Это интересно Да Алина Вячеславовна Пожалуйста Я только Закусала Если Выступления Кончились И если они Не кончились То я пока Умолкну Потому что У меня Есть Буквально Трехминутное Выступление Но оно Связано С Флешкой И маленькой Презентацией Оно связано С историей Астрономии Космологии Поэтому Если есть Еще выступление То я не хочу Никого Перебивать Но Мое Будет Заключительным Как бы Таким словом Давайте Я хотел бы Сказать Еще только Выразить Одну Просьбу Как человек Который Регулярно Занимается Содержанием Историко-астрономических Исследований Было бы Замечательно Хорошо Для Для нас Чтобы Вы сделали Для нас Какую-то Такую Публикацию В точности Соответствующую Тому докладу Который Вы сегодня И слышали Так что На данный момент Состояние Этой области Было Зафиксировано И могло Быть Исвоено Не только Астрономами Которые Читают Но так же И всеми Людьми Находящимися В соседних Областях И имеющими К этому Интересно На самом деле Все Все Общие Потому Вот Нижайшая Просьба Спасибо Костя Вот включил Вот Может быть Мы похлопаем Нашему докладу Можно я спрошу Еще Каким Результатом Корректор Вопрос Я сам Не специалист Поэтому Заранее Будет Исходитель Очень Любопытно Узнать Как Мы сегодня Поняли Существует В связи С темной Энергией Темной Материей Например Экстремизм Можно назвать Предложение Обменить В связи Относительно Обменить Ну или Подправить Скажите Зачеткость Я не берусь Подправить Или Плеить А наверняка Существуют Более Приземленные Вещи Наблюдательный Экстремизм Есть ли Среди Тех Людей Которые Очевидно Что их Много Кричат Все Вы там Неправильно Объясняйте Только Я Пока Слайдов И потом Уже Начну Сейчас Пока Не надо Вот У меня Пока Слайдов Только Когда Мне Дадут Разборность Я Сразу Да Методы Оценки Расстояния Абсолютно Для Примера Определение Поклонов Какой Ведущий Друг Хоть Что-то Есть Среди Критиков Методики Получения Данных Из которых Потом Пытаются Провернуть Теория относительности Работает На самых Больших Настояниях Не работает На малых Отвергается Работает На малых Так же Хорошо Как и на больших Или По Монду Например Что Темная Материя Присутствует Только В больших Масштабах А в малых Масштабах Нет Отвергается Полностью Хотя бы Нашими Работами По Близким Галакти Отвергается Полностью Все это Так или иначе Всякая такая Критика Она должна Основываться На эмпирике В конце концов А эмпирика Против Этого Всего Я как раз Спрашивал А у тех Эмпирику Приборы Астрономические Критики Нет Если это Нормальная критика Специалистов С этим считают Само собой Я не знаю Там все нормально Это вопрос Не специалист Поймите Это как В физическом Эксперименте Вы можете Результаты Каким-то образом Отповергивать Вот это вы видите Я займу буквально Три минутки Действительно Это такая Она такая Полушарливая Но в то же время Такая Самая короткая Лекция По истории Космологии Астрономии Действительно Название Такое Природа В единстве Форм и чисел В единстве Форм В созвучии Числа Природы Зашифрован Смысл Вспомним Что мышление Есть страдание Так говорил Аристотель Но Когита Эргосум Мысль Следовательно Существует Это Делиз Декан Извините Еще с эпохи Пифагора Усвоили Все очень скоро Что в мире Том Где мы живем Все протестовано Числом В законах Музыкальной гаммы Видна вселенная Панорама И десять сфер На небеси Звучали все От до до си Но мудр Геометр Девокрит И вот уж Новый пласт Открыт Платон Введя пять Главных тел Основы мира В них узрел А Кеплер Вовсе не случайно Космографическую Тайну Закон Планетных Расстояний Вот первый Плод Его искали Да винчи Вместе Залилеем Ум Математикой Залилеев Сказали Просветив Народы Язык Аммонит Залилеем Вновь Вновь Залилеем Залилеем Итак Когита Эрго Сум Это наше Последнее заседание В этом году Программа следующего года Еще составлена Пожалуйста Делайте заявки Редактор субтитров А.Семкин